Как потратить 100 миллионов рублей, спросили у народа. В проектном семинаре «Настоящее и будущее» набережной Габдулы Тукая приняли участие полторы сотни челнинцев. Это чиновники, архитекторы, председатели ТОСов, старшие по домам, бизнесмены и просто социально активные жители поселка ГЭС. К чему привели бурные дебаты, расскажем в следующем сюжете. Подобные мероприятия в набережных Челнах уже становятся нормой. По такой же схеме работали над планами по реконструкции в Парке Победы. Теперь необходимо наполнить конкретикой концептуальный проект обустройства набережной Габдулы Тукая. Если город сможет благоустроить эту набережную так, чтобы туда ходили горожане отдыхать, то, соответственно, будет это и предпринимателям интересно, и вся инфраструктура, она будет развиваться. Мысль проста, но верна. Сейчас это место среди горожан не популярно, но понять, каким его видят сами челнинцы, не так легко, как кажется. Кто-то предложил не превращать всю территорию в безалкогольную зону, кому-то нужны площадки для гольфа, трасса нового картин-клуба и оригинальные архитектурные объекты, которые привлекут туристов со всего мира. Вам нужно, чтобы вам предложили какие-то невиданные чудеса в ситуации, когда у вас, в общем, есть очевидный недостаток элементарных рекреационных зон. Нам очень важно показать вам и рассказать вам, и услышать от вас, получить от вас обратную связь относительно того проекта, который мы сделали. Разработанный проект содержит парковую зону, которая станет продолжением улицы Центральной, пешеходные и велодорожки, места для кафе и прокатов спортинвентаря, спуски к воде, благоустройство пляжа у пристани. Планируют расширить проезжую часть на самой набережной Тукая и улице Гагарина. Мы проектом хотим посмотреть расширение дороги и устроить по всей его длине парковочные места. То есть, проект уже есть. Зоны распределены, а потому на данном этапе от людей хотели услышать только пожелания, которые возможно включить в работу сейчас или учесть в дальнейшем. Чтобы не было все забетонировано, чтобы больше уровень было. Все наши пожелания в силу объективных, субъективных причин не могут быть выполнены. Но стремиться к тому, чтобы открыто, гласно, всенародно обсуждать предполагаемые и предлагаемые проекты – это в наших силах. Участники семинара были разбиты на рабочие группы по интересам, которые в итоге внесли уже конкретные предложения. Речь идет пока о преобразовании на площади 15 гектаров территории от мечети Тауба до переулка Тинчурина. Егор Орлов, Андрей Баслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.